Удается ли мне преодолевать страх, что я не самореализуюсь? На эти вопросы ты можешь ответить сама. Либо ты веришь в себя, либо не веришь. У каждого человека, даже у достаточного любого, в определенные моменты может возникать определенное волнение. Особенно тогда, когда он сталкивается с какой-то очень важной задачей, либо с серьезным испытанием. Ничего страшного в том, что ты иногда боишься и иногда волнуешься. Страх это то, что учит тебя быть мужественной. Если ты не можешь не бояться, бойся. Но не забывай о том, что ты мужественный человек и способен пройти через любое испытание. Собирайся с духом и помни о том, что тот, кто обладает потенциалом, тот, кто верит в себя и тот, кто знает свою цель, рано или поздно и достигнет. А тот, кто сильно верит в себя и понимает, что для него победа неизбежна, делает это еще быстрее. Кроме всего прочего, существует такое понятие, как разумность и умение очень тонко справиться и манипулировать окружающим миром. Я не имею в виду манипуляцию в отрицательном смысле слова. То есть, я имею в виду умение играть энергиями, умение играть качествами и умение играть ресурсами так, чтобы иметь наименьший расход ресурсов для реализации того или иного проекта. Это очень важное качество, и его обычно не хватает людям сильным характером. Со временем ты этим вещам научишься. Там, где не хватает иногда прямой силы, можно использовать маневр. И этот маневр, когда проведен грамотно, помогает человеку справиться там, где большая нагрузка. Страх есть у каждого человека. У кого-то он явный, у кого-то подсознательный. Кто-то боится представителей противоположного пола, кто-то пауков, кто-то войны, кто-то природных явлений, кто-то боится бедности, а кто-то боится, что он не самореализуется. Страх показывает о том, что человеку еще есть над чем работать, и показывает о том, что есть направление, которое нужно отслеживать. Но страх не является тотальным, он как приходит, так и уходит. Если ты с теми борешься и веришь в себя, чем дальше ты идешь, тем меньше его остается. Чем больше крепчает твой дух, и чем больше у тебя успехов, чем больше веры в тебя, тем меньше остается в этом существе места для этого страха. Не относись к страху как к чему-то ужасному и к чему-то исключительно неприемлемому. Это то, что в твоей жизни показывает о том, что нужно с чем-то еще работать, то, что обязательно уйдет. В твоей жизни будут успехи, будут какие-то, возможно, поражения и какие-то вещи, где твоя ситуация будет более или менее устраивать. Важно понимать то, что если у тебя есть серьезная цель и есть характер, ты добьешься того, что ты хочешь. Если ты добьешься этого не в одной точке мира, в котором ты живешь, не в своем родном городе, не в своем родном доме, то ты добьешься этого в другой точке. Но человек, который верит всегда, верит серьезно в себя, добивается того результата, который он хочет, той степени, которая его устраивает. Просто верь в себя и не бойся идти через страх. Страх говорит тебе о том, что еще не все в тебе доработано, но он не говорит, что ты чего-либо не можешь. Продолжение следует...